В Абакане мужчина погиб, надышавшись угарным газом. Это произошло прошлым вечером в частном секторе на улице Чертыгашева. По предварительной информации, горожанин закрыл заслонку дымохода, когда печь еще не прогорела. Мертвым его обнаружил сын. А в Черногорске пожарные спасли небрежного курильщика. Днем в городе угольщиков огонь охватил частный дом. Когда спасатели прибыли к месту вызова, в комнате горели вещи, а внутри они обнаружили 50-летнего хозяина, лежащего без сознания. Его передали медицинским работникам. К пожару привела неосторожность при курении. В целом за прошедшие сутки в Хакасии произошло шесть разгораний. В Ширинском районе потушили нежилой дом, в Абакане кафе юрту. Также черногорские огнеборцы ликвидировали пожар в частной пекарне. В Алтайском районе суд вынес приговор по громкому делу мужчины, который удирал от полицейских на такси, отстреливаясь револьвером. Инцидент произошел в мае 2020 года. Ранее судимый мужчина сел в такси в доме Мюсинска. По дороге он угрожал водителю пистолетом, стрелял из открытого окна, чтобы тот не останавливал машину перед сотрудниками полиции. Купив наркотики на этом же такси, он поехал обратно в Абакан, однако водитель сумел сообщить в полицию о том, что ему грозит опасность. Машину остановили в районе Подсинева, но и тут рецидивист не стал легко сдаваться. Он напал на сотрудника Росгвардии. Преступника признали виновным сразу по нескольким статьям применения насилия в отношении представителя власти и законное приобретение и хранение наркотиков. Ему дали три года лишения свободы, однако только условно. В Багратском районе заведующая детским садом получала две зарплаты – свою и собственного мужа, который по факту в дошкольном учреждении никогда и не работал. Такая схема успешно работала пять лет. Женщина издавала приказы о трудоустройстве, отражая недостоверные данные в табелях учета рабочего времени. В итоге шли отчисления в пенсионный фонд и налоговую, а также приличные суммы на карту сельчанки. Прокурор Багратского района обратился в суд с иском обзыскания с фиктивного работника в пользу отделения пенсионного фонда незаконно выплаченных средств. Ранее заведующую садика осудили за служебный подлог, то есть внесение в официальный документ заведомо ложных сведений.